Я надеюсь, вы помните, как в предыдущей сказке Маша Манежина и Иван Тяпкин купили себе новый шкаф-купе. Шкафом они остались очень довольны и решили прикупить себе в прихожую обычный распоршной шкаф. На одной мебельной фабрике под названием «Шкафы и кровати» производили, как вы понимаете, шкафы в кровати. Одни рабочие распиливали большие мебельные щиты на полоски разной длины и ширины, другие просверливают отверстия для мебельной фурнитуры. Третьи насыпают эту фурнитуру, винтики и болтики в специальные емкости, а робот-барабан распределяет их по коробочкам. В коробочки после робота-барабана попадали петли, евровинты, евро-стяжки и саморезы. И эти коробочки становились их домом до тех пор, пока мастера не устанавливали эту фурнитуру в технологические отверстия при сборке этих шкафов и кроватей. И вот в этом, как в обычном моноквартирном доме, где живут люди, происходили разные истории и шутки, и интриги. В основном важные детали, петли, евровинты и растяжки язвили и подшучивали над маленькими саморезами, из-за их размера и кепки с пролезями на голове. Важные петли и евровинты хихикали и подшучивали над саморезами. Вырядились. Ха-ха. Сами маленькие на голову одели большую кепку аэродрома, да еще с прорезями, как у клоуна. Ха-ха. Да для чего вы вообще такие нужны? Какой у вас толк? Только место в коробке занимаете. Вот мы, петли, нужны, чтобы дверцы шкафа открывались и закрывались. А вот мы, важно говорили, евровинты, нужны, чтобы соединить все детали шкафа между собой. Мы главные здесь. А вы зачем? Ха-ха. Но сказка сказывается, а дело делается. Пришли мастера и стали собирать шкафы, и петли, и евровинты поставили на свое место. И настало время саморезов. Не держатся петли в двери без маленьких саморезов. Хоть и важные детали и петли, но без саморезов они бесполезны. И евровинты почувствовали силу саморезов, когда ими закрепили заднюю стенку шкафа. И шкаф стал ровным, крепким и стройным. Не зря, говорят в народе, мал золотник да дорог. Увидев силу и удаль маленьких саморезов, все важные детали перестали над ними насмехаться. Ну и чтобы окончательно помириться, пригласили в гости. Накрыли стол, заварили чайник, поставили угощение. Все пьют чай, кроме китайских саморезов. Да, да, саморезы были из Китая. Такая большая азиатская страна, где проживает очень много народа. И этот многочисленный народ производит массу всякого барахла. И не барахла, для всего земного шара. И очень скоро мы все будем на них похожи. Почему? Потому что мы ездим на китайском авто, одеты в китайскую одежду. Едим и пьем из китайской посуды. Скоро будем летать на китайских самолетах. И можем не заметить, как сами превратимся в китайцев. И тогда уж точно не будем смеяться над маленькими китайскими саморезами. Все вокруг китайское. Все вокруг его. Отчаянно пили китайские саморезы. Потому что в отместку за насмешку всей этой важной фурнитуры они мстили по-своему. Не к столу будет сказано. Писали в большой общий чайник. Азия дело тонкое. Ну ладно, это я отвлекся. Шкаф большой. Все детали важны. И у каждого своя задача. Главное все поставить в нужное место. Лишней фурнитуры не бывает. Шурупчики всякие нужны. Шурупчики всякие важны. Продолжение следует... Продолжение следует...